Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. И на этот раз новость будет связана с новым имущественным вычетом по НДФЛ. Именно данному вопросу посвящен законопроект, реквизит которого вы видите. Данный законопроект был подготовлен группой депутатов Государственной Думы, ну и по фамилиям можно понять, что это депутаты от ЛДПР. Законопроектам предлагается внести изменения в статью 220 Налогового кодекса и установить имущественный вычет при приобретении автомобиля. При этом содержанием нового имущественного вычета будет следующее. Во-первых, его размер составит 13% от расходов на автомобиль. Следующее требование – это то, что расходы по автомобилю не должны превышать 2 млн. рублей. Ну и кроме того, сам автомобиль должен быть произведен на территории Российской Федерации. Кроме того, автомобиль должен приобретаться налогоплательщиком, семья которого имеет от двух детей. Ну и, наконец, целью приобретения автомобиля являются личные и семейные нужды. Понятно, что в пояснительной записке к законопроекту авторы указывают на то, что эти поправки направлены на поддержку семьи с детьми. Следует заметить, что на данный законопроект есть заключение правительства, и оно содержит несколько претензий к законопроекту. Во-первых, правительство обращает внимание на нарушение законодательной техники, поскольку непонятно, что значит приобретение автомобиля для личных и семейных нужд. То есть не раскрыты данные понятия. Следующая претензия – это то, что данный законопроект приведет к выпадающим доходам бюджетов. При этом авторы законопроекта не указывают источники, за счет которых можно будет компенсировать данные потери. Ну и, наконец, правительство также считает, что данный законопроект противоречит положениям договора о Евразийском экономическом союзе. Таким образом, правительство выступает против данной инициативы. Что касается перспектив данного законопроекта, то с учетом отрицательного заключения правительства вряд ли и большинство Государственной Думы поддержит данные поправки. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...